Мой стаж пасторский 25 лет в этом году. И за всю свою пасторскую жизнь я отметил такую тенденцию, что вот когда я принимал решение посвятить свою жизнь Господу, или может быть где-то наоборот охладевал, где-то незаметно становился тепленьким, потом опять возвращался, я заметил такую четкую, знаете, вот закономерность, что когда я принимал решение приближаться к Господу, начиналось большее поношение от меня. И чаще всего это было абсолютно несправедливо, безосновательно. То есть меня начинали ругать, какая-то клевета, какое-то поношение. То есть я просто иногда слышал о себе такие вещи, что мне самому становилось страшно. Это я сделал такое. Я первый раз слышал о себе такие вещи, что я, оказывается, там на стороне что-то такое, кого-то там вообще унизил, кого-то там оскорбил, кого-то там чуть ли не прибил. И вот просто какие-то страшные вот такие новости. И я просто иногда, ну, просто был ошеломлен вот этими новостями, хотя я к этому не имел никакого, поверьте мне, отношения. Я просто видел то, что это то, что Иисус обещал. Он говорит, просто в его Евангелии, да, в Евангелии Иисуса Христа все уже давно прописано. И Иисус когда-то сказал о том, что да и все желающие жить благочестиво будут гонимы за имя Мое. Вот это закономерность. Когда верующий христианин, это ты или я, приняли решение жить благочестивой жизнью, в чистоте и в святости, обязательно придет поношение дьявола, потому что дьявол это ненавидит, то есть это самое ненавистное. И наоборот, когда я где-то вот так незаметно охлаждался, становился тепленьким, то дьяволу это нравится. И Иисус, наоборот, предупреждает со своей стороны, он говорит, горе вам, когда все о вас говорят только что, только хорошие вещи. То есть у Бога вот в духовном мире очень много таких перевертышей. Ну, вроде бы, казалось бы, там вот начинаем двигаться, приходит поношение. Наоборот, отходим от Бога, весь мир говорит, какой ты вообще прекрасный человек. Ну, вот ты покрываешь нас со всеми нашими грехами, ну, вот просто так классно вместе грешить, давай еще туда пойдем, там в кабак, там вместе выпьем, погуляем. Вот это христианин, да, ну, просто, ну, просто, ну, слава тебе. И вот вы знаете, просто на самом деле, я для себя открыл. Вот Библия говорит о том, что блаженны вы, когда вас всячески будут злословить или гнать за имя мое, то есть в этом отношении, если меня злословят, я блажен. Но Иисус не говорит о том, что блаженны вы, когда вы будете злословить или всячески поносить кого-то, или тем более там проклинать, да, написано, не проклинать. Для себя решил, что лучше быть блаженным. Ну, ладно, там, мы приняли решение быть благочестивыми, мы приняли решение жить праведной жизнью. И мы четко должны знать, нас будут за это поносить, злословить, гнать, ненавидеть, преследовать нам, клевета, поношения. Мы еще более блаженны. Ну, вот для тех, кто поносит, вот то, что они делают, это не благословение, это не благость. Они идут путем иным, путем Каина. Это есть, на самом деле, человека ненавистничество, то, что дьявол, на самом деле, делает. Поэтому мы будем держаться пути какого? Пути праведности, пути благочестия. Не поношения, не злословия, да? И не будем поддерживать эти разговоры, когда кто-то кого-то там вот просто вот так, безосновательно. А это вот, ты знаешь, там, сестра. Вот я ее там то-то, то-то, то-то. А вот этот брат вот то-то, то-то, то-то. Вот мы в этом отношении, да, мы не получим благословения. Наоборот, мы теряем. Аминь или не аминь. Слава нашему Богу. Поэтому при том умножающемся беззаконии, который сейчас вот прогрессирует, да, так же умножается и Божья благодать. И вот мы будем идти путем благодати, путем благословения и благости. Слава нашему Богу за Слово Божие, за то, что Бог посылает своих детей, служителей, за то, что мы можем дарами воистину служить друг к другу. И от церкви в Минске семья Божия, я получил приглашение, да, может, я немножко там напросился. Вот, они тоже меня приглашают. Я верю в то, что и мы с нашей семьей посетим Белоруссию, где я, например, никогда не был. Вот, и там послужим, и это будут какие-то такие взаимоскрепляющие связи. И это я хочу сказать, что это хорошо. Сегодня я хотел бы, чтобы Антон, брат Антон, миссионер, который служит у нас в церкви, сделал объявление о том фестивале, который у нас намечается. И я хотел бы, чтобы, напомни сразу, пока я не забыл, что я делал объявление в прошлое воскресенье, что 22 июля у нас будет совместное богослужение здесь, вместе с Болгарской церковью. Но вот это отменилось, потому что Болгарская церковь ждет других гостей. Выяснилось, что приезжает пастырь, по-моему, из Голландии, и он будет служить здесь в 10 часов утра. А южнокорейская команда, которая приезжает, она будет провозить полное служение у нас. То есть это будет полноценная проповедь, полноценное прославление, где будет прославлять Бога южнокорейская команда. Будут обленные молитвы, и это будет у нас с двух часов, то есть как всегда. Поэтому наше служение 22 июля не отменяется, как планировалось, а наоборот, будет с двух часов дня, и нам будет служить команда, которая приедет из города Сеул, столицы Южной Кореи. Антон, просьба сделать объявление. Спасибо, Геннадий Анатольевич. Слушайте, ну, прям сегодня вдохновенное такое служение. Я очень благодарен обоим пасторам, которые сегодня делились. Очень отрадно видеть мужей Божьих, которые прорываются в Боге, и из Царства Божьего оно растет. Я как миссионер просто, мне всегда, когда мой пастор умер, который меня благословил на миссионерской деятельности, мы были у него на похоронах, он был очень горячим христианином, двигался за святым духом. Мы были у него учениками, он нас наставлял, то есть там, конечно, авторитет, почитание, то есть мы ему в рот смотрели, он для нас был, ну, просто авторитет. И вдруг какой-то момент, вот он меня благословляет, и через 30 минут умирает, я приезжаю к нему на холодному телу, я в шоке, потому что он мне сказал, что делать, но телефоны не оставил, никаких координат не дал, у меня стресс, депрессия, я такой, что не знаю, в общем, два года я там еще служил в церкви, помогал. И самый момент, помню, произошел это на кладбище, вот мы стояли, я привез его тело в моей машине, которую мы с ним же покупали, там нес его этот гроб, и мы, значит, выходим на это кладбище, и приходят друзья и товарищи, Вадима, моего пастора Вадима звали, те, которые его знали, которые знали его как миссионеры, как он в апостольском помазании ходил в церкви открывал, знали его как человека, который всю жизнь практически положил на служение. И вот я смотрел на это, будучи еще просто вот учеником человека, который сейчас ушел, да, я смотрю, я вижу вот этих людей, помнишь, да, Марияш, там Миша Дубровский, там Женя Николин, то есть там пастора, епископа, которые подняли церкви, это отцы, не наставники уже, отцы, и они пришли, у них вот это сожаление, они смотрят на Вадима, они понимают, что он ушел к отцу, что да, это вот время, время пришло, то есть у нас не было какого-то огорчения, у нас, честно, была растерянность, как у христиан, которые вдруг остались, да, Оль, и мы стоим, и я вдруг смотрю, и вот эти вот воины христовые, стоящие, ходящие в авторитете Бога, ходящие в этих помазаниях, люди, которые положили жизнь, люди, которые могут свидетельствовать и свидетельствовать и свидетельствовать, что Бог благ, Он никогда не оставит нас, понимаете, что если человек принял решение, следует за Богом, ребят, раз случайность, два случайность, что такое система, это невозможно, и я смотрел, и я завидовал, я понимаю, что это армия Христова, та самая, которая составляет Вселенскую Церковь, та самая, которая изменяет этот мир, эту культуру, эти страны, эту местность, эти жизни, эти семьи, воспитывает этих детей в Духе Божьем, и знаете, мне так стало завидно на тот момент, и я понял, что все, то решение, которое я принял при жизни моего пастора, оно в моей жизни точку я поставил, то есть я уже назад не пойду, и последующие 4-5 лет, которые прошли с его смертью, я вам сейчас скажу сказать, ну, я хочу сказать, что мы не прогадали, то есть мы поставили, мы сделали ставку на Бога, и вся наша жизнь просто вот с нуля, и мы двигаемся, ничего не имея, и Бог нас поддерживает, Он показывает, куда нам двигаться, что нам делать, ну, вы знаете, я ваше свидетельство слышу, я понимаю, что это так у всех, то есть все люди, которые двигаются за Богом, Он их поднимает для того, чтобы проширять свое царство, и объявление, которое мне сегодня попросили сделать, это про миссионеров, которые сюда приедут, вы знаете, кто такие миссионеры, это люди, которых посылает Бог с определенной целью, с какой целью мы не знаем, люди, ходящие под авторитетом однозначно, то есть Бог им сказал, они положили все свои средства, свое время, свои семьи, и они двинулись, эти приедут с другого конца земли в прямом смысле слова, я не знаю, сколько от Кореи сюда лететь, сколько лететь, 18 часов всего лишь навсего, другой конец земли, у них даже глобус другой, вы знаете, когда они рисуют, у них Корея в центре находится, все остальное по краю, серьезно, это не шутка, можем показать на кружке, вот, и эти люди сюда приезжают, и нам Бог положил на сердце, служить им для того, чтобы они послужили болгарским церквям и болгарскому народу на этом месте, понимаете, какая схема у Бога, он нам конкретно сказал, не для вас, он сказал, вам урожая не будет, то есть я не присылаю к вам миссионеров, чтобы они, но вы должны сплотиться как команда, и наше видение, которое, помните, зачитывал нашей церкви, это открывать новые церкви, готовить служителей, и видение проекта, это создать команду, и это то, о чем я сейчас говорю, и о том, о чем сейчас говорил Валерий, это то, что вот эти Тимофеи, силы, варнавы, которые находятся рядом вокруг нас, вы должны им стать, это часть команды становления, и вот эти плакаты, которые мы сделали, видите, мы даже дизайн изменили, они такие, как в прошлый раз, здесь живые люди, вот они, вот они, команда, 12 человек, вы видели, какая это команда, вау, мы были с ними, вы помните, это 24 часа в сутки, сколько они, 10 дней, мы не спали, не ели, мы просто смотрели с закрытыми глазами, что делает эта команда, люди, которые по помазанию Божьему, просто двинулись, они нас учили, они нам показывали, что такое команда, и мы сами хотим быть такой командой, сейчас приезжает ребята в два раза больше, и если мы не возьмем на себя часть, и не пригласим на этот фестиваль наших друзей, знакомых, ну это наша часть, вы поймите, это наша часть, вызов нам, то есть сейчас они для нас, вот эти вот корейские миссионеры, во главе с пастором Йонгом, со своей семьей, которые приедут, мы им служим, то есть мы под ними, мы под ними, как тот самый Тимофей, как тот самый Сила, или Варнава, надо помочь, мы готовы, мы уже там связались с церквями, уже тут и католики, уже методисты, христианский центр, пятидесятники, понимаете, межконфессиональные связи абсолютно, а для Болгарии сплотиться, это вообще, это целая история на самом деле, довериться друг другу, начать общаться друг с другом, поэтому я просто призываю вас, как, ну Иисус, ну давайте будем командой, будем командой, будем эти двенадцатью, этими семидесяти, которых он призывал постоянно, посылал на дело служения, давайте вместе возьмем ответственность на себя, за то, чтобы это стало частью нашей, потому что каждый из вас, это будущий основатель церквей, потому что вы в нашей церкви находитесь, аминь, церковь на скале делает служителей, мы не работаем с прихожанами, ну в хорошем смысле слова, то есть для вас, для каждого есть дар, растите в этих дарах, вот здесь листовочки лежат, они, конечно, не такого формата, как этот, это мы наклеим в центре города, уже разошлось, уже 16, 16 таких плакатов уже висят в разных уголках города, мы еще 4 повесим, и вот здесь еще маленькие листовочки, ну пожалуйста, дайте это людям, которые придут, пригласите их, не просто так раздать, поговорите с ними, пообщайтесь, скажите им про Бога, пригласите их на хороший фестиваль, конференция, вечер христианской, корейской культуры, просто так, вы поверьте мне, пригласите их на вечер корейской культуры, а Бог будет делать все остальное, потому что это команда, вот, ну, наверное, все, а еще Наталья Ивановна, да, спасибо большое. Слава Богу, Антон в прошлый раз сказал, что приезжает команда, которая в два раза, в общем, наша церковь, наверное, даже в два раза, ну, больше их, может быть, даже меньше, и знаете, может быть, немножко страшно, я вам хочу сказать, в прошлый, в понедельник, пришла одна сестра, болгарка, она говорит, я слышала, что вы проводите фестиваль, она принесла деньги, и говорит, я хочу поучаствовать, и я говорю, мы говорим, что это за деньги, это деньги на фестиваль, я говорю, и она говорит, я хочу временем поучаствовать, чем могу, я говорю, ой, спасибо, давайте помолимся за эти деньги, сегодня еще принесли, и говорят, деньги на фестиваль, поверьте мне, люди, которые выглядят очень скромно, они не лишние деньги дают. Они реально готовы. И я верю, что это Бог им вкладывает. Я позвонила сестре Анне Никовой, помните, такая пожилая наша сестра. И говорю, сестра, вас больше месяца не видно. Ну, она уже в возрасте. Я говорю, может быть, что-то случилось. Она говорит, Наташ, у меня сын затеял в доме большой ремонт. И просто я извиняюсь, конечно. Я говорю, Анна, к нам приезжают опять корейцы. Помните, банички вы сделали в прошлом году? Им очень понравилось. Она говорит, ой, я бы с удовольствием, но у меня нет фурны сейчас, духовки. Буквально полчаса проходит, она мне звонит и говорит, я позвонила сыну, сказала, что приезжают корейцы, и как я им не приготовлю баничку. И сын сказал, завтра у тебя будет фурна. Аллилуйя, слава Богу. Знаете, каждый, каждый по чуть-чуть. И ручеек, ручеек, и мы вольемся в Черное море. И корейцы вольются сюда. Слава Богу. Я бы хотела еще помолиться за наши финансы. Давайте все вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты хранишь нас на всех наших путях.